Уважаемые коллеги, этот год юбилейный для СНГ и для наших стран. Мы празднуем 25-летие независимости наших государств и формирование сотрудничества. За этот период СНГ зарекомендовала себя в качестве важного межгосударственного формата по поиску ответов на сложные вопросы, с которыми мы столкнулись с начала 90-х. Содружество содействовало сохранению экономических, гуманитарных, политических и иных связей на постсоветском пространстве, внесло свой вклад в их последующее развитие в условиях государственного строительства в наших странах. Конечно, не все ожидания оправдались и не все вопросы получили должное решение. Это было отчасти обусловлено также различными подходами стран-участниц к роли и будущему содружества. 2016 год является своеобразным рубежом для осмысления четвертьвекового опыта содружества, для объективного, беспристрастного анализа его деятельности, и в этом свете обозначения ориентиров дальнейшего развития СНГ и его адаптации к современному реалию. В условиях существования других интеграционных объединений на постсоветском пространстве основной целью адаптации должно стать повышение эффективности содружества, придание новых импульсов многостороннему сотрудничеству в данном формате. Именно в этом контексте армянская сторона рассматривает и поддерживает проект решения по адаптации СНГ, предусматривающий также делегирование целого ряда вопросов СМИДу, экономическому совету и постоянным полномочным представителям, с чем мы, возможно, даже и запоздали. В рамках СНГ большую актуальность получает децентрализованное сотрудничество, под которым мы понимаем взаимодействие между самыми разными, необязательно приграничными регионами наших стран. Активизация прямых контактов на уровне краев, областей, муниципальных образований, предоставит широкие возможности для разработки и реализации совместных торгово-экономических и культурно-гуманитарных программ, в том числе и проектов по поддержке соотечественников, проживающих в регионах для расширения молодежных контактов и так далее. Этому рассчитываем будет способствовать и принятие конвенции о межрегиональном сотрудничестве. Уважаемый главы государств, наша встреча проходит в условиях быстроменяющейся международной и региональной обстановки. По-прежнему наблюдается рост напряжения, в том числе и в сопредельных регионах СНГ, активизируется деятельность террористических группировок, сохраняется высокий уровень экономической нестабильности и продолжается миграционный кризис. Надеемся, что последние российско-американские договоренности о прекращении огня в Сирии создадут предпосылки для долговременного урегулирования этого кровопролитного конфликта. Приветствуем последовательные усилия нашего партнера по СНГ, Российской Федерации, нацеленные на предотвращение дальнейшего углубления в гуманитарную катастрофу в Сирии. Обсуждаем возможности вовлечения Армении и армянской диаспоры в эти процессы. К сожалению, и на пространстве нашего Содружества сохраняются очаги напряженности и противостояния. В апреле сего года впервые с установлением в 1994 году режима прекращения огня в регионе Нагорного Карабаха была возобновлена война. Эти действия привели не только к боям и потерям, но и жертвам среди гражданского населения, нанесли серьезный удар по переговорному процессу. Я затрагиваю эту тему, поскольку именно здесь, в Ишкеке, был подписан протокол о прекращении огня, который основывался на положениях заявлений Совета глав государств СНГ от 15 апреля 1994 года. Но Султан Абишевич свидетелем, он был участником. То есть государства СНГ в некотором смысле являются гарантом реализации этого бессрочного соглашения, которое фиксирует необходимость достижения полного урегулирования конфликта исключительно политическими средствами. Мы всегда четко излагали нашу позицию, созвучную из позиций сопредседателями Минской группы ОБСС. Это урегулирование конфликтов путем мирных переговоров на основе норм и принципов международного права, а также разумных взаимных компромиссов. Подчеркиваю, взаимных компромиссов. Хочу выразить признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину, поблагодарить российскую сторону, которая совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСС, Францией и Соединенными Штатами, предпринимает посильные шаги по политико-дипломатическому разрешению Карабахского конфликта по выполнению договоренностей, достигнутых в ходе саммита в Вене и Санкт-Петербурге. Это прежде всего безоговорочное выполнение трехсторонных бессрочных договоренностей от 1994-1995 годов о прекращении боевых действий, создании механизма расследования инцидентов, расширении возможностей миссии личного представителя, действующего председателя ОБСС. Исходим из того, что последовательная имплементация вышеуказанных договоренностей создаст соответствующую атмосферу для продвижения переговорного процесса. Уважаемые коллеги, четверть века назад от нашей народа взяли курс на строительство независимых государств. И сегодня ретроспективно можем констатировать, что несмотря на многочисленные трудности, мы достигли многого, в том числе благодаря механизмам содружества. Наши страны находятся в процессе последовательного укрепления системы государственного управления. Для Армении это путь к обеспечению верховенства права, совершенствованию системы администрирования, развитию экономики, повышению независимости судебной системы, укреплению гражданского общества, поддержке свободной прессы. С целью укрепления роли и повышения эффективности этих институтов в прошлом году мы провели референдум по конституционным реформам. В новой редакции Конституции корректируется баланс между обязательствами и полномочиями ветвей власти, обеспечивается более высокий уровень защиты права и свободы человека, повышается роль общественных, творческих, профессиональных и политических объединений. Армения переходит от полупрезидентской парламентской формы правления. Буквально на этой неделе, впервые за 25 лет нашей независимости, парламентское большинство и оппозиция с участием гражданского общества достигли консенсуса по реформе избирательного кодекса Армении. Вводятся более транспарентные механизмы контроля над избирательным процессом, ужесточается уголовная ответственность за противоправные действия в ходе организации и проведения выборов. Вводятся цифровые системы идентификации и регистрации избирателей, убежден, что все это будет способствовать повышению уровня общественного доверия к избирательному процессу, позволит обеспечить соответствие международным стандартам по проведению свободных и справедливых выборов. Уже через несколько месяцев у нас состоятся парламентские выборы. Республика Армения направит соответствующее приглашение всем партнерам для участия в международных наблюдательских миссиях, в том числе и в формате миссии СНГ. В эти дни в Армении формируется новое правительство. Стоящая перед ним задача придаст новый импульс развитию экономики Армении, увеличится объем экономического роста, продолжит наращивать экспорт армянских товаров и услуг. Уважаемые коллеги, в заключение хотел бы поздравить наших российских коллег в связи с предстоящим председательством в СНГ. Уверен, что накопленный за четверть века позитив послужит хорошей основой для реализации российской стороной приоритетов в развитии содружества. Мы с нашей стороны готовы приложить необходимые усилия в этом направлении. Еще раз поздравляю всех с 25-летием независимости наших государств и с 25-летием СНГ. Спасибо.